Итак, друзья, всем привет! Если вы являетесь счастливым обладателем MacBook Pro 15-16 дюймов и вы сталкиваетесь с тем, что у вас маленько тормозит Photoshop и вы не знаете, почему это происходит, то я сегодня максимально покажу, почему это все так выходит и как это все дело исправить. Как это выглядит? Допустим, вы что-то ретушируете, чистите, либо красите. Вот вы убираете там прыщики или пылинки, кисточка за вами отстает. То есть вот вроде бы вы только что убрали, но почему-то это как-то отстает, тянет. Вы увеличиваете слой, я имею в виду в размере, зуммируете, чтобы посмотреть коррекцию. Получается, что как будто бы ничего не произошло, но через доли секунды ваша коррекция там появляется. Согласитесь, это жутко раздражает и мешает работать. В первый раз я столкнулся с этой проблемой, получается, в 2018 году. У меня был в то время 15-дюймовый Mac 2018 года. Я на нем работаю, и я не мог понять, почему я не чувствую производительности по отношению MacBook Pro 13 дюймов 2015 года. Меня потом осенило зайти в настройки и посмотреть производительность. И я увидел, что само по себе система не поставила автоматические галочки. То есть при установке Photoshop, там Photoshop не определил, что у меня есть видеокарты, и, соответственно, он ее тупо не задействовал. И работало все это от интегрированной карты, что для меня была прям вообще загадка, почему система... То есть, ну, почему установщик не определил, и сам по себе по умолчанию это не поставил. Но окей, я это дело все поставил, галочки все включил, и все, начало работать хорошо. Все классно, все отлично, но иногда, иногда получалось так, что все равно немножко тормозило. Я залазил обратно смотреть настройки и видел, что галочки эти слетали. Я не знаю, почему они слетали. Я думал, может быть, это после какого-то обновления, либо это происходит, потому что там клинером, CleanMyMac, допустим, почистил, и, может быть, что-то там, какой-то параметр, ну, вот этот вот документ, он с настройками куда-то удалился. Фиг его знает. Вот, в итоге, потом это все дело прекратилось, и я сейчас это опять начал ощущать. Сейчас, получается, у меня MacBook Pro 16 дюймов. Пожалуйста, вот его конфигурация. Скажу сразу, я терпеть не могу MacOS Catalina. Хочу сказать, что это самая ужасная система, и самая позорная система у Apple. К сожалению, я не могу откатиться даже на Mojave, потому что вот эта система, она стоит по умолчанию, MacBook Pro 16. Я каждый раз жду какие-либо обновления для того, чтобы они пофиксили свои различные болячки, но при этом обновляясь, получается, устраняются одни болячки, прибавляются другие. И вот сейчас как раз таким добавились, усугубились болячки касательно самого Photoshop. У нас в компьютере получается, что есть две видеокарты. Одна интегрированная, другая дискретная. Само по себе, когда система не нагружена каким-либо там тяжелым проектом, то есть вы не работаете в Photoshop, Final Cut, я не знаю, в Premiere, After Effects, у вас само по себе работает интегрированная карточка, то есть система, в общем, не напрягается. Когда вы уже запускаете ресурсоемкие программы, получается, что задействуется дискретка, и это сильнее ест, как говорится, энергию, но и производительность увеличивается в несколько раз. Теперь, к чему я это все рассказываю? Вот вообще, вот с этой проблемой столкнулся не только я один, потому что я заметил то, что когда я запускаю Photoshop, та смена, между которой получается, между интегрированной в дискретную, когда компьютер переключается, у меня начал гаснуть экран. Это проблема у многих, и что я заметил? Когда вот я, смотрите, вот сейчас, допустим, я запущу Photoshop, единственное, что я не знаю сейчас, QuickTime это все запечатлит, я имею в виду, вот сейчас вот моргнуло, а лучше я подстрахуюсь и заново вот это вот запишу на видео. Так, секундочку, вот я сейчас нажал, фокус мы поймали. Так, секунду, вот я сейчас запущу заново. Где наш Photoshop? То есть вот я запустил. И вот, смотрите, запускается Photoshop, и получается сейчас моргнет экран, то есть вот моргнул, выключился, включился, и теперь вот запустился только Photoshop. Как раз-таки вот в этот момент и происходит смена видеокарт, и поэтому вот так вот и происходит. Я имею в виду вот это моргание, как-то интересно я сказал. Что же происходит вот здесь вот в настройках? Если я сейчас зайду в настройки основные, выберу производительность, обратите внимание, вот здесь вот есть галочки «Использовать графический процессор». Если вы залезете у себя так же, вы будете удивлены, но у вас вот большинство вот этого всего будет выключено. То есть я не знаю почему, но вот так вот это все выключено. И вот сейчас-то все у меня включено, но стоит мне перезагрузить сейчас, получается, компьютер. Произойдет что-то опять, когда я буду запускать Photoshop, и в итоге галочки все будут по нуля. Еще раз, это не индивидуальная проблема только у меня. Это проблема у большинства, и ею переполнены все зарубежные форумы. Вы можете глянуть. Здесь куча-куча-куча вот этих всех жалоб, и, соответственно, люди не знают, что делать. Они пишут, что они обращались в техподдержку, разговаривали с Adobe. Adobe их посылает, получается, в Apple. Интересно, да, звучит? Adobe посылает в Apple. И говорит, что эта проблема не у нас, потому что мы не делаем драйверы для видеокарт, это делает Apple. Apple посылает обратно в Adobe, который говорит, что у нас все нормально с нашими видеокартами, с драйверами видеокарт, и, соответственно, это Adobe не может допилить свой софт. После этого начинают футболить и отправляют уже к AMD. AMD говорит, что мы вообще тут ни при чем. То есть мы дали видеокарту, и, соответственно, сами там разбирайтесь. И вот люди негодуют. Получается, что при общении с техподдержкой, что им дают, какие им дают советы? Им дают советы отключить видеокарту в MacBook и, получается, пользоваться интегрированной. Согласитесь, глупо. Люди покупают рабочую себе машинку и в итоге не могут использовать свою видеокарту. Вот этот вот баг, он особенно сильно заметен, у кого 8-гигабайтной карты. То есть вот говорят им, вот вы здесь отключаете и все. Ну, это пипец, короче. В общем, смотрите, какое есть у нас решение, чтобы не было вот этой вот всей катавасии. Заходим в системные настройки. Вот здесь в экономии энергии. И, соответственно, вот здесь убираем автоматические переключения графики. Что это дает? Во-первых, у вас не будет работать, получается, интегрированная карта, а будет работать только дискретная. Будьте готовы к тому, что если вы именно сделаете так, получается то, что батарейка будет, ну, как минимум, в два раза меньше работать, потому что дискретка, она ожрет батарейку, особенно если вы, тем более, будете все дело нагружать. Но я, допустим, рекомендую, вот скачайте вот этот вот, где она, вот, GFX Card Status, и, соответственно, так будет в сто раз удобнее. Обратите внимание, видите, и написано. То есть это говорит о том, что сейчас работает карта интегрированная. Там же мы можем выбрать только интегрированное, только дискретное, либо автоматическое переключение. В данном случае сейчас как раз-таки система сама автоматически переключает. И вот он нам показывает. Обратите внимание, вот я сейчас опять запущу Photoshop, и что вы сейчас увидите? Сейчас, видите, появилась D, дискретка. Опять почему-то переключается в I. Моргнет сейчас экран. Опять вот включится Photoshop, и опять буква уже D. И вот здесь как раз-таки 50 на 50. Слетят ваши настройки, не слетят ваши настройки, фиг его знает. Что лучше всего сделать? Обратите внимание, что я сейчас делаю. Я просто вот так вот тупо поставлю на дискретную графику. И, соответственно, то есть, когда я так ставлю? Перед тем, как запустить Photoshop, просто включать вот здесь дискретку. И когда запускаете Photoshop, обратите внимание, он сейчас даже за секунды просто вот возьмет и откроется. Все. И получается, что когда именно вот так вот включаешь Photoshop, соответственно, ничего вообще не слетает. Я миллион раз проверял, перепроверял. В итоге это сейчас получается единственный рабочий выход для того, чтобы у вас все это нормально работало и не тормозило. Для меня вообще, честно скажу, загадка, почему, и что здесь сложного, и это тоже на зарубежных форумах обсуждается, что сложного сделать так, что когда запускаешь Photoshop, чтобы дискретка не переключалась в интегрированную и обратно не переключалась в дискретку, потому что Photoshop тупо не понимает, какая у вас видеокарта, и получается он ее обрезает. Ну, в общем, такой вот небольшой лайфхак. Я уверен, он поможет очень многим. Даже если вдруг вы этого не заметили, что у вас какая-то такая проблема, вы находитесь сейчас в другой какой-нибудь системе, там, Mojave, либо High Sierra, все равно ради интереса взгляните в ваши настройки. И получается, что когда ставим так, запускаем Photoshop, все норм. После того, как закрыли Photoshop, больше не работаете, просто поставьте автоматическое переключение, и все, спокойно дальше работаете. Так что вот такие вот дела, друзья. Ставим лайки, ну и до следующих видосов. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok